В диэлектриках выполняется теорема Гаусса для вектора индукции, электростатической индукции. Поток вектора электростатической индукции через любую замкнутую поверхность равен сумме зарядов, которые там находятся, внутри этой поверхности. Если мы рассмотрим два полупространства, заполненные диэлектриками, с относительными диэлектрическими проницаемостями ε2 и выберем поверхность интегрирования в виде цилиндра небольшой высоты. Если мы рассмотрим с площадью основания S, то пользуясь тем, что у нас внутри на границе раздела зарядов никаких нет, речь идет о свободных зарядах. Существует свободные заряды в тереме Гаусса для диэлектриков. Сумма зарядов равна нулю, находящихся внутри этого цилиндра. А в левой части мы можем заменить вектор d1 и вектор d2. Поскольку мы будем умножать на ds скалярно, то здесь у нас будет проекция вектора d1 на направление нормальной отрицательной, поэтому будет минус d нормальная 1. Умножить на ds, а здесь будет положительная проекция d2 на направлении нормальной, поэтому будет плюс dn2 на ds. Поток через боковую поверхность в силу малости поверхности будет стремиться к нулю, поэтому здесь можем написать примерно равно нулю. Отсюда следует, что нормальная компонента dn1 при переходе из одного диэлектрика в другой сохраняется. Вы, выбрав первый ответ, оказались неправы. Под окном плеера находится ссылка. Вам надо пройти в тест по этой ссылке и нажать кнопку «Готово», не вводя никакого ответа. Это будет знаком для проверяющих о вашем выходе из этой аркады тестов.